30 минут у нас будет на выполнение. После этого вы представляете свое блюдо и напиток. Ну и после у нас подведение итогов. Правила оглашены, команда собранная. Кулинарный баттл заслуженными педагогами, наставниками и молодыми учителями открыт. Участники приступают к приготовлению полезного завтрака. Набор ингредиентов – простой – яйца, крупы, ягоды. Конкурсанты по своему вкусу составили меню. В основу взяли традиционные семейные рецепты. Сразу пришла идея с тем, что у нас будет в блюде яичница. Это традиционная блюда, но у меня есть особый секрет приготовления этой яичницы, поэтому даже эксперты увидели, что что-то здесь необычное. Яичница получилась. Секрет оказался не только в приготовлении. Команда молодых педагогов подала яичницу на воздушной булочке, дополнив блюдо беконом. В качестве альтернативы – рисовая каша на пару. Вместо сахара педагоги добавили свежие фрукты. Оба завтрака полезны, питательны. Можно насытиться до обеда. Все полезные микроэлементы, питательны здесь сохранены. Конкурсанты из команды педагогов-наставников постарались держать высоко заданную планку. К заданию подошли креативно. Приготовленные блюда назвали «Завтрак от папы». В каждой семье мы знаем, что в большинстве случаев мамы могут быть учителями, и завтрак приходится готовить папе на всю семью. И на детей, и, собственно говоря, на маму. Поэтому мы исходили из того набора продуктов, который у нас был. Продуктов хватило и на сытные тосты с ветчиной, и на сладкое угощение – канапе с клубникой и бананом. Заряд бодрости обеспечил витаминный молочный коктейль. Жюри сразу отметила подачу. Красиво оформленное блюдо приглянется даже самым искушенным маленьким гурманам. Ну, несложно, потому что учителя на самом деле готовы каждый день ко всему. Но коллеги все опытные, поэтому мы, как обычно, работали всегда в команде. Поэтому, по сути, сложностей никаких не возникало. После дегустации все сошлись в едином мнении. Победила дружба. Такой формат коммуникации педагогов новый для Ульяновской области. Однако традицию собираться в неформальной обстановке решено продолжать. Это подчеркнула глава профильного регионального министерства. Наталья Семенова также участвовала в батле в команде молодых педагогов. Сошлись две команды молодых и наставников для того, чтобы показать и понять нашим коллегам, насколько важно правильно питаться. И именно в этом техникуме, чтобы мои коллеги тоже знали, что у нас есть учреждения, которые готовят высококлассных, профессиональных кулинаров, поваров. Но на этом оборудовании невозможно по-другому. Оборудование поступило в техникум питания и торговли по нацпроекту «Образование». Он же помогает и другим образовательным учреждениям региона обновлять материально-техническую базу и поддерживать федеральные стандарты обучения молодых специалистов. Александра Никитина и Олег Тончин. Управда. ТВ.